Ребят, это дурной сон какой-то, я буду медленно говорить. Генеральная прокуратура Российской Федерации обвинила экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, и вот сейчас держитесь за что-нибудь, в использовании протестов в своих интересах. Бинго! А можно узнать, под какой закон попадает данная типа нарушений? Что за бред вообще? Братки, вы там с ума сошли на минуточку? Белины не объелись? Может быть, курите что-то несвежее? Алло, прокурорские? Законы большой страны с понятиями не перепутали? Серьезно? Мне иногда кажется, что в наших территориях, я не могу, потому что назвать это страной или государством, проводится какой-то конкурс долбоящеров, тупой еще тупее. Раньше я смеялся над подобным бредом, пока не понял, они ведь серьезно. Реальная журналистика, коротко о главном, поехали! Ну и да, настало время поговорить о выборах великой и могучей, тем более, что единый день голосования случится всего через неделю. Хотя что я такое несу? У нас же теперь не день голосования, а целых три. Пока мы с вами спали. Изнывали от жары и плескались в водоемах под палящим летним солнцем. Шайка Памфиловой с упырями из партии врагов народа протащили через Думу очередные корректировки в избирательное законодательство. Короче, три дня мы теперь волей изъявляемся. Я не знаю, в чем была необходимость данных поправок, в смысле, с точки зрения здравого смысла, потому что в реале-то я понимаю, зачем ребятишки эту фигню устроили. А ну давайте объясню. Пропагандисты, конечно, будут врать, что это все делается ради нас. Типа не все избиратели могли раньше прийти на участки в единый воскресный день. Дела, потому что картошка, понос и так далее. Зато сейчас смогут аж несколько днев. Жулики и воры, простите, благодетели им подарили, но в принципе идут. Ого, как у людей была возможность проголосовать досрочно. Так что аргумент-то фуфельный, ясен пень, в плане нахимичить огромный временной промежуток дает больше возможностей, чем, несомненно, гитлеровская армия воспользуется. Тьфу ты, черт, патриотическое, хотел сказать. Ну и опять в сторону меня унесло. О грядущих выборах предлагаю поговорить в ближайшем выпуске реальной журналистики. И про умное голосование тоже многие из вас спросили. Я действительно не во всем поддерживал Алексея Навального. Но в этом вопросе да, причем без вариантов, поэтому поговорим обязательно. Сегодня тоже о выборах, но немного о других. Итак, на старт, внимание. Мы все-таки какие-то сознательные граждане. Мы подготовили наш законопроект. Мы пошли по тем процедурам, которые предусмотрены законодательством. И мы вносим наш законопроект в законодательное собрание Свердловской области. Если 10 тысяч граждан нас поддержат, наш законопроект... Недавно сразу в нескольких городах России возникла инициатива по возврату прямых выборов мэров. Ну помните, да, раньше мы с вами глав своих городов избирали, а потом нам сказали, что это неправильно, и на хозяйство ответственных стали назначать. Более 10 лет прошло. К чему пришли? Вот можно вас спросить, вы вообще фамилию чиновника, который в вашем городе за все отвечает знаете? В смысле, имя вашего главы. А что это за человек? Откуда он? Что он сделал для хип-хопа? Именно. И оно любого из вас касается. Кто тут главный? Какой-то мужик. А это нормально, по-вашему? Ну вот представь, что у тебя дома, например, стоит какая-то тетка у плиты, которую ты даже не знаешь. Ты знаешь, откуда у этой тетки ключи взялись? Ну а она тут с какого-то перепугу самая важная устроит тебе такой расклад. И вот нашлись активные ребята, которые вышли в народ с инициативой, повторюсь, возврата выборов мэров. Причем, знаете, в чем прикол данной инициативы? По закону ее не нужно вытаскивать на федеральный уровень и спрашивать разрешения у путинских халуев, включая самого, которые, естественно, зарубят все на корню. В данном случае все просто. Достаточно собрать 10-15 тысяч подписей для крупного города-миллионника, для рядового муниципалитета поменьше, разумеется. Региональная дума обязана вынести вопрос на обсуждение. Давайте этим займемся. Ну, коль скоро у нас не получается отстоять свои интересы через предателей, которые называют себя депутатами, членами общественных палат. Тут-то мы сами с усами. Повторюсь, все по закону. Найди у себя в городе такого активиста или стань им сам и вперед. Поэтому лично я бы сразу внес кое-какие предложения вот в эти все инициативы. Первое. Да, избираем. Но максимум на два срока. От слова вообще, иными словами, отработал два срока. И с пляжа хоть какой-то герой. Второе. Вести ответственность за невыполненные обещания. Уважительной причиной неисполнения данных обещаний может быть только форс-мажор, война, голод, вселенский кризис. Не как сейчас. Ой, федеральный центр денег не дал. А на кой ляд ты туда лез и что-то обещал? Сперва с федеральным центром вопросы порешай, а затем в мэры выдвигайся, обещания раздавай. И третье. Должна быть процедура отзыва. Причем не формальная, а реальная. Например, опять же через подписи. А то званный мэр предстает уже перед судом по уголовке. Знаете, в чем тут изюм? При таком подходе можно будет, в принципе, забыть о подтасовках на любых выборах, о вбросах, о каруселях. Они смысл потеряют, ну согласитесь. Какой резон, Вася, от того, что его протолкнут в мэрское кресло от местной ФПГ, если при отзыве, связанном с недоверием или невыполненными обещаниями, ему дадут реальный срок. Надо оно, Вася. Не проще ли работать честно? Кстати, и дешевле. И безопаснее. Ну а дальше? Дальше можно будет требовать того же от выборных губернаторов, депутатов, сенаторов и так далее. И еще раз. Именно в этом случае, в случае с мэрами, закон позволяет решать вопросы на местном уровне. Во всяком случае, пока. До тех пор, пока бандиты от коррупции оное не просекли, не устранили досадное упущение. Нет. Ты, разумеется, как обычно, можешь снова лечь спать, и тогда единовбросы. Наскоро исправят ошибку. А можешь отложить свое поспать, но потом. Глядишь, что-то из этого довыедет. И еще раз. В нескольких крупных городах России в данный момент реализуется инициатива по возвращению прямых выборов глав городов или мэров. Как показала практика, история с назначенцами не работает. В данный момент инициаторы этой хорошей идеи, как мне кажется, занимаются сбором подписей, привлекают волонтеров, проводят разъяснительную работу с населением. Обратились с просьбой сбора каких-то пожертвований, ну потому что нужны помещения. Наглядная агитация чего-то стоит, оргтехника, опять же, связь. Друзья, если поучаствуете, это будет здорово. Реквизиты оставлю внизу под видео. К этой теме мы еще обязательно вернемся. Спасибо, что вы слушали. Реальная журналистика. Коротко о главном. Увидимся, услышимся и очень скоро. А пока... Пока!